Ура! Наконец-то мои карасики ко мне вернулись. Это фото сделано, когда я привезла девочку с плохими глазками. Фор на тот момент уже был прооперирован, а ей операция еще предстояла. Ее глазки изначально были не такие уж и плохие, но потом она один глазик поцарапала, второй тоже плохо выглядел и в итоге глазки убрали. А мы как раз можем с вами посмотреть, как они менялись. Мне присылали фотографии примерно раз в неделю. Вот с таких карапузиков мы начинали свое лечение. Все шло неплохо. Глазки хорошо подживали. Малыши отлично кушали, что для нас было просто самым важным, чтобы детки набирались сил и росли крепкими и здоровыми. Фор изначально был самый крупный из карасиков. Ну и в общем-то он единственный обладатель глазика. Остальные его сестрички слепые. Линия глазки уже удалили, найти ли это еще предстоит. Вот такие они милые, очаровательные. Так сказать, присылали приветики из ветклиники и росли понемножечку. Маленькие шкодненькие червячки. Лина ничем не отличается от фора в плане найти что-то, спрыгнуть, запрыгнуть. Слепота не помеха для котиков. В разные стороны разбегаются. А ты куда побежал? Купец. Купец падает. Магнитики маленькие. Мой маленький двухглавый дракончик, никак не иначе. Маленькие, такие очаровательные. А посмотрите, какой носочек на пальчике у Лины. Моя малышня очень даже долго задержалась в Ставрополе, потому что когда их уже планировали выписывать, у фора начал гноиться глазик. Ему его пришлось перешивать. Ехать за одной Линой и оставлять фора одного в клинике я не захотела. Поэтому мы дождались, когда выписали фора. Давайте вспомним, как это было. Вот такими они ко мне приехали. Это вот только забрала коробку из такси. Вот с таким ужасом были малыши. К сожалению, малышка с двумя больными глазками в итоге не выжила. Вот это Лина. И все вроде неплохо выглядело, но глазки начали разрастаться. У фора глазик, конечно, был катастрофа. Зато второй замечательный и красивый. Вначале малыши меня очень напугали, особенно на Этире, которая первый день просто лежала пластом. Оказалось, что их накормили сметаной. Ей было ужасно плохо. На следующий день вроде и чуть полегчало, но опять же лежит, много спит. Я даже сейчас пересматриваю эти видео, и мне плохо становится от того, как я боялась за нее. Но в итоге ушла не на Этире, не стала другой малышки. Знаете, сейчас великолепная черная красавица. Самую крохотную и плохо кушающую кормлю отдельно, чтобы никто не забрал, и я видела, сколько она съела. А вот и моя черная пантера. Какая она сейчас. Может быть, глазки еще придется удалять, но думаю, что во время стерилизации. Красотка Лина. Стоит мне зайти к ним, как Лина оказывается у моих ног. Слепые животные очень тактильные. Они всегда стараются быть рядом. Но, наверное, в какой-то степени им так кажется более безопасно. Красавчик Фор. Думаю, это будет еще тот сердцеед, несмотря на отсутствие одного глаза. Хотя не знаю, есть ли на моей странице те, кого это отпугивает. Очень бы не хотелось, чтобы такие были. Ничего страшного в этом нет, и он прекрасен все равно. Но недавно, как вы понимаете, я забрала этих малышей из клиники Ставрополя. А вот такой вот дружной компанией мы за ними ездили. Малыш Семочка, Рэй и Рэм. Да, девчонки в переноске на Р. Мило. Кстати, Рэй в итоге в клинике написали неправильно. Она не так услышала, она была под записью Рэй. Ну, что-то делать. Нет, мы красивые и замечательные Рэй. Ты в шоке, да? Сема в шоке. Ехать никуда не хочет. Но я хотела показать его носик. Посмотреть, нужно ли делать ему ренопластику. Девчонки ехали из-за своих зубов. У обеих ужаснейшие десна. И поэтому мы запланировали поездку в Ставрополь. А заодно по плану мы должны были забрать тех, кого уже выписали. Этот состав котиков был неполный. У нас была, как всегда, мяукающая машина. Еще компашка. Лисунчик. Тут каюнчик. Каюнчиков не видно. О! Ну и толпа провожающих. Пока толпа. До свидания, толпа. Блесик такой мелкий, что его и не видно в переноске. Жался в уголочек. Маленький, компактный котеночек. Котик. Ну, а это очарование, можно сказать, моя новая малышка. Я буду помогать ей искать дом. Люди повредили животное. Она в итоге потеряет зрение. Ну и, как обычно, отказались. Сын Марины, которая мне всегда помогает в минводах, когда я сажаю животных на самолет, рассказал, что его знакомые хотят отказаться вот от такого очарования. Да, кстати, у них есть бенгал-мальчик. Я думала, что это он поцарапал глазик малышке. Но на приеме у врача нам объяснили, что это был сильный удар по голове. И поэтому у нее отслаивается сетчатка. Ну, а как мы доехали такой мяукающей компанией, и что было на приеме у врача, я расскажу чуть позже, в следующем видео. Немного красотищи вам из нашей поездки. А вас очень прошу поставить лайк этому видео, написать комментарий, а можно несколько. Это помогает продвигать видео.